Я очень вам рада, вы мне машите, я вам машу. Пожалуйста, напишите сразу, слышно-видно, больше ничего не надо мне от вас. Пока что, пока что мне больше от вас ничего не надо. Напишите, слышно-видно. Ой, будем про вакцину разговаривать. И будем именно разговаривать. Хочу побольше ваших вопросов, хочу побольше общения. Я так думаю, минут на 30, на 40 будем общаться. Добрый вечер, слышно-видно, напишите, пожалуйста. Вот и внучка моя есть, ура. Танечка, привет. Напишите, слышно-видно. Тань, попросись в эфир, я приму твой запрос. Мне вот это, хочется этого. Это будет круто. С собственной внучкой в эфире. Раиса, ты уже здесь. Слышно-видно, отлично. Спасибо, дорогая Нина Витальевна, как это приятно слышать, Господи. Итак, как вы видите, у нас традиция появилась с вами. Мы встречаемся в последний, там, или предпоследний, или последний вечер месяца. Я готовлюсь. И каждый раз меняется тема, я должна вам сказать честно. Как меняется тема, я не знаю. Но я учу людей чувствовать момент. Но как же я могу учить людей чувствовать момент, если я сама вдруг буду говорить про то, о чем собиралась говорить две недели назад. Сейчас только про вакцины, потому что с каждым днем все страшнее. Я в России, я понимаю, что меня смотрят и слушают не только из России, но ковид – дело такое общее, всепланетное. И очень страшно. У меня есть прямой доступ к информации, друзья мои. Потому что есть такой ковидный госпиталь в Нижнем Новгороде, номер 5. Хотя много сейчас больниц опять, к сожалению, перепрофилированы под ковид. И там работает доктор Катя. Доктор Катя Королёва. Прекрасная девушка, которую я очень люблю. Она доктор моего папы. И мамой она была. И она вылечила их от ковида. И потом мама ушла через 3 месяца. И, конечно, она ушла быстро. И, слава богу, легко. Но потом мне все-таки сообщили, когда я смогла уже воспринимать информацию, что ковид сильно подпортил ей. Сократил жизнь. И я боюсь этой заразы очень сильно. И я надеюсь, что вы тоже боитесь этой заразы. И поэтому я хочу говорить про вакцин с вами. И я хочу задать вам вопрос. И, как всегда, чтобы вы ответили очень просто. Да или нет. Вы сделали прививку или нет. Да или нет. На вопрос с вами звучит просто. Вы сделали прививку. Да или нет. Причем я думаю, что среди моих слушателей, зрителей, как раз люди, которые будут писать да, да, да. Потому что все-таки есть уже статистика, что образованные люди, которые читают, думают, знают, они делают прививку. Но вот видите, даже среди моих слушателей, читателей и зрителей нету однозначного да. Видите, да и нет, да и нет, да и нет. Вы знаете, я ведь мало верю, что можно кого-то в чем-то убедить. Но я думаю, что я подготовилась для того, чтобы дать вам свое мнение. Я не настаиваю, не давлю и не уговариваю. Я хочу объяснить, почему я сделала прививку, почему я сделала еще одну прививку в скорости и почему я считаю, что это необходимо делать. И я сразу переболела, я понимаю, мы об этом тоже поговорим. Сразу хочу дать вам хороший источник информации, потому что вы же у меня люди читающие, слушающие, да. Вот я вам сейчас дам хороший источник информации. Я покажу вот так его, вот видно или нет. Так все будет наоборот. Черт. Ну, в общем, это Тинькофф журнал. Это прямо сегодняшний номер. Мифы о вакцине, да. И я нашла просто, ну просто в гугл. Мифы о вакцине против COVID-19. Тинькофф журнал. Разбор, который можно показать вашим знакомым, которые не хотят прививаться. И здесь прямо все мифы, все расхожие стереотипы. Сделал и переболел перед этим ужасно. Да. Да. Вот то, что я сейчас прочитала. Я думаю, что на вакцину легче всего идут люди, которые переболели короной и переболели тяжело. Давайте я расскажу вам несколько историй, а потом познакомимся со стереотипами. Я расскажу вам три истории. Три совершенно разных истории. История первая. Это история вот девушки, которая вчера приходила ко мне и делала мне маникюр-педикюр. Она прекрасная девушка, ее зовут Жанна. Я очень ее люблю, и она очень искренняя, и естественная, и отличный профессионал. И я спросила, Жанна, а ты делала вакцину? Она сказала, да. Я прямо побежала, сделала вакцину, и уговорила всех рядом со мной. Я сказала, почему, объясни мне. Она объяснила очень просто. Она сказала, я переболела, это было ужасно. Более того, Нина Витальевна, до сих пор мы всей семьей сталкиваемся с последствиями. У нее дочке 16 лет. И там начались проблемы. Вот то, что у многих бывает с памятью, головой. Девочка учится в школе, учится хорошо. И это прямо серьезные проблемы. Они ходят к нейропатологу и думают, что с этим делать. Сама Жанна тоже испытывает проблемы со слухом, с сосудами. Очень часто кружится голова. И когда она пришла к доктору, ее сразу спросили, а вы болели короной? И как только были антитела, и достаточно большие, но прошло некоторое время, и она сделала прививку. Почему? Спросила я ее. Она сказала, потому что я не хочу больше так болеть. Я боюсь за семью. И потому что нет другого способа. Мне кажется, вот это очень важный аргумент. Если ты не хочешь болеть, то нет другого способа. Потому что я не хочу призывать вас. Вот 80%, 60%, мы все это понимаем. Что, конечно, отлично, если 80% вакцинируется, то будет гораздо большая вероятность для общества не заболеть. Более того, сейчас на Земле уже появились страны и регионы, в которых это есть. Причем очень интересно, я это узнала именно из Тимкова журнала, потому что такое государство маленькое, о нем мало кто знает. Сан-Марина вместе с другими государствами, их достаточно большой список, как вы знаете. Они закупили наш спутник ВИИ, нашу вакцину российскую, и привили все свое население. Небольшое Сан-Марина у них получилось. 80% населения сделали эту прививку, нашу первую и вторую дозу, и нет болезней. За последний месяц 7 случаев, что ли? То есть нет. Известен опыт Израиля. Там Pfizer и AstraZeneca. И там привилось тоже около 80% населения. И как только все сняли маски, там началась такая свобода для внутренних людей, потому что, да, приехать сложно, как я знаю, в Израиль. Там держат на карантине две недели, потому что они не хотят заново проходить всю эту историю. Но после прививки там наступила нормальная жизнь. И есть у меня еще люди, которые живут в таких регионах, где много Америки, например, где много людей, которые голосовали за Байдена, демократов, и где много людей пожилых, образованных, читающих, вот там до 90% получается, от 80 до 90% вакцинированных, эти люди очень быстро и легко идут на прививку, потому что это образованные люди. И я хочу вам сказать, я не считаю себя суперобразованным человеком, но у меня есть муж, и я расспросила его про прививки вообще. Это считается одним из важнейших изобретений человечества. Потому что такие напасти, как чума, тиф, корь, оспа – это же было всегда. И это было очень и очень страшно. И молодые, и пожилые, и дети. И все родные, и все вгибали. И смерть становилась привычным, и потом уже возникали болезни от того, что много смертей и трупов. И если вы читаете и знаете историю человечества, вы знаете, что это порой страшнее, чем война. Зараза не щадит никого. И прекрасный пример, который мне привел мой дорогой профессор, он про нашу царицу Екатерину. Оспа была, 1768 год, Россия. И так, кстати, давно. Сосчитайте сами, да? 250 лет, 270 назад. И оспа, и никто не верит прививки, и люди молятся, молитвами пытаясь отогнать заразу. Из-за этого они встречаются в церквях и на молитвах все вместе. Зараза от этого распространяется только быстрее. И тогда царица принимает решение сделать эту прививку. Как тогда делали прививки? Брали просто вот сам материал живой. И был пятилетний мальчик. И приехал английский, правда, врач, которому все-таки больше доверяли. И он взял как раз вот эту жидкость из этой вот пузырька, этого оспинного. Царице сделали надрез до крови, и туда втерли вот эту вот гадость. И она поболела неделю. Но переболела неделю. Без никаких страшных осп, ничего это не появилось. И вслед за ней прививки пошли по всей России. Но всем понятно, что очень важно доверие. Всем понятно, что все новое прививается всегда с трудом. И если я сказала, что само изобретение вакцины входит в одно из важнейших изобретений человечества, то в одну из главных проблем здравоохранения любого всех стран входит недоверие к прививкам. И детей не хотят прививать. Но, слава Богу, таких людей немного, и поэтому общее вакцинирование детей проходит. Все-таки и они защищены. И не хотят сами прививаться. У нас в России сейчас самый страшный ужас это история номер два. История номер два рассказана мне доподлинно. Вчера ни у нас, ни в Нижнем, не важно, в каком городе, не буду говорить. Умер человек, имеющий вот тот самый сертификат о том, что он сделал прививку. Из которой прошло там достаточно времени. Две дозы. И он умер. Умер страшно, как вот умирают сейчас от коронавируса. Как мне рассказывает мой доктор Катя, что приезжает человек в общем в селах и хочет жить и здоровый. В общем, ну да, есть температура, есть поражение легких небольшое. И на ее глазах он сгорает, они ничего не могут сделать. Да, есть сейчас уже уколы, которые повышают иммунитет. И если на одного человека этот укол действует и он возрождается, то на другого человека никакие уколы не действуют. Они очень дорогие, эти уколы. Государству дают эти деньги. 60 тысяч укол. Это сейчас по всем больницам в России это делается. Это вы тоже должны знать. Мало об этом нам рассказывают. И человек все равно умирает, несмотря на то, что для него делается все. Конечно, ужасно слышать мне, что в наших больницах вообще нет кондиционеров. Что люди приезжают с температурой 39 и лежат в палатах, где температура 40. Кондиционеров нет даже там, где врачи. И они в этих своих робах, в мокром белье насквозь, насквозь мокрые, испытывают дикое головокружение и садятся на пол и обливаются холодной водой. И вот так они сейчас живут. Но врачи и врачи, да? Есть все разное. Журналисты и журналисты, врачи и врачи, менеджеры и менеджеры. Вот в одной из больниц в России вчера умер человек, у которого была скоропостижная такая коронавирусная смерть. Довольно молодой мужчина, 40, с небольшим, с прививкой. Я вам скажу, это был первый случай, когда человек с двумя дозами вакцины умер скоропостижно и страшно от коронавируса. Это был первый случай. Естественно, начали разбираться. Взяли все анализы. Там не было прививки. Там была бумага, но там не было прививки. И вот это моя история номер два. И что-то мне подсказывает, что в Америке это было бы невозможно. Как угодно относиться к Америке, я вижу огромное количество недостатков в каждом строе, в каждой стране. И хорошо там, где нас нет, всегда. Недостатки на самом деле есть везде. И все-таки это было бы невозможно ни в Европе, ни в Америке. Это наше желание обмануть государство. И та же Жанна мне сказала, что ее некоторые клиенты спрашивают, а ты не знаешь какую-нибудь медсестру, с которой можно договориться получить сертификат, а прививку не делать? То есть у нас получается так, что вакцинация она может быть такая лживая и липовая. И я хочу просто вам сказать, вот у вас сейчас там, не знаю, 157 человек, потом эфир посмотрит, тысячи людей. Ну, распространите эту информацию, потому что тогда мы с вами живем вообще в королевстве кривых зеркал. Мы будем слышать цифры о вакцинации согласно сертификатам, но они не будут соответствовать действительности. Кроме того, когда мы даже слышим цифры о вакцинации согласно сертификатам, если мы просто разделим число людей в России, не такое уж и большое, на число вакцинированных, мы понимаем, что это не год и не два. Вакцина действует где-то, ну, не знаю, там полгода. Миша, посмотри, что-то с сигналом, почему-то стало темно все. И это очень страшно, когда ты сделал вакцину, надеешься, что... И другие люди понимают, что другого способа нет. Ну, просто вот другого способа нет. Ну, нет другого способа. А болезнь страшная. И, конечно, я просто не призываю вас думать о других, думать о себе. Чтобы не заболеть, надо сделать вакцину. Мы привели с мужем в ноябре, и я собираюсь в статистику вируса верить, это не кривое зеркало. В статистику вируса верю. Ну, потому что я знаю, сколько открывается больниц, и сколько туда привозят больных, и потому что у меня есть доступ к информации от врачей. Я журналист, и у меня очень много людей, которые дают мне информацию, к которой я верю. К тому же есть статистика мировая. Но не верьте нам, посмотрите там. Вот это очень хорошая статья в Тинькове. Ещё раз напомню мифы о вирусе, потому что она очень спокойная. Она никак не заряжена никакой пропагандой, и никак она ни на чём не настаивает. Это исключительно наука и научные данные. Вот смотрите, коронавирус придумали, чтобы продать вакцины. Это первый такой миф. Или там китайский след, или там какая-то искусственная история. Вот даже не рассматриваем, откуда он взялся. Но то, что он есть, это точно. То, что врачи не встречались с этим вирусом, таким, что умирают люди, это точно. Хорошо, я скажу вам то, что рассказала сегодня моя учительница. Она только что вернулась с кладбища, потому что там умер у неё родственник. А сейчас кладбище вот в Нижнем Новгороде, центральное, Бугровское, там нету мест, чтобы вы понимали. Это старое очень кладбище. Всех везут на новое кладбище. Там нету места. Так вот на этом старом кладбище, где нету места, где можно только к родственникам лечь там, если место есть, работают три смены гробовщики. Ну и есть статистика смертей, каких-то добавочных, и она большая, её никак не скроешь, она есть. А с чего они вдруг? Так много. Поэтому, конечно, коронавирус есть. Состав вакцины неизвестен. Второй миф такой есть. Вот прочитайте вот статью. И главное, это всё есть в открытых источниках. Можно посмотреть состав и спутник ВИИ, и КВИВАК, это называется, и ещё одна вакцина. Их три таких, российских вакцины. И Pfizer, и AstraZeneca, можно посмотреть, этих состав, из чего они сделаны и как. И всё понятно, что спутник, это вот такая привычная, как вот от лихорадки была же, была основа придумана. Этот кусочек берётся, всё-таки, этого вируса, да, и пересаживается. И уже есть реакция людей, и уже большая реакция людей, потому что уже он испробован, и действует не только в нашей стране. и Аргентина, и Бразилия, и вот эта Санта-Марина, которая всё излечилась таким образом, и Турция. Посмотрите, эта статистика вся есть. В других странах другие врачи, другая статистика, и это можно всё посмотреть. В этой статье всё приводится данные. Там только данные, только факты. Вы знаете, людей убедить могут только факты и данные. Эффективность прививок не доказана. Доказана. Абсолютно доказана. Уже есть цифры 90%, 85%. Эффективность прививок у всех разная. У спутника ВИИ она самая высокая. Чемаковская вакцина, к сожалению, не прошла ещё, пока такой статистики не набрала. У КВИВАК там всё хуже. Пока что со статистикой. Но, тем не менее, это доказано. Более того, пока нет ни одного доказанного случая от коронавируса после прививки. То есть, мы можем заболеть, те, кто привился, но мы заболеем лёгкой формой. И опять же, есть у меня просто ближайшие примеры. Вот друг моего мужа сделал прививку здесь, в Нижнем Новгороде, как только это стало возможно. У него заболел ковидом отец, ещё ветеран войны, 96 лет. И он совершенно спокойно с тем, что он привитый, он привёз его в госпиталь и там, конечно, общался. И был, и, к сожалению, в этих госпиталях оформляют больных очень долго. И он был там долго. И в результате его положили в ту же палату, что его отца, через несколько дней, когда он понял, что он заболел. Но он болел очень легко, его выписали через неделю, потому что он сказал, что его просто пронаблюдали, но вылечился легко, потому что он был вакцинирован. От вакцины много негативных побочек. Это у всех по-разному. Чем больше вакцин, тем больше каких-то сведений. Но они минимальны на уровне общих сведений. Это я вам пересказываю просто то, что здесь передано научные данные из журналов, которые... Не журналы, которые издаются Роспотребсоюзом, потому что, как мы знаем, глава Роспотребсоюза имеет отношение к одной из прививок. Нет. Это иностранные журналы, это научные журналы, и там это доказано. Что, да, побочки есть, потому что проверено было на всех добровольцах, но самые редкие случаи, они никогда не могут быть проверены. В случае смерти от вакцины пока нет. После прививок массово умирают, но это уже совсем неправда. Вакцинация не поможет справиться с пандемией. А вы знаете, других способов нет. Мне понравилось выступление Собянина по России, один можете посмотреть, если не видели, мэр Москвы. Он объяснил очень просто, что, друзья, мы с ковидом навсегда. Понимаете, это очень тяжело в это поверить. Мы такие все, мы все дружно взялись за локдаун, изоляцию, сделали что могли, поносили маски, потому что нам всё надоело, мы всё поплюнули на всё и как бы вот устали. Это всё понятно. Но нам надо с этим жить. И надо с этим жить цивилизованно. То есть всё-таки сделать так, чтобы жизнь была жизнью и чтобы мы не боялись умереть каждый день и за наших родных не боялись. И вот, объясняет так, нам надо с этим жить. И локдаун это не способ, потому что каким бы он долгим ни был, если снова задесётся до раза, то опять всё пойдёт по новой и новый локдаун. Потому что локдаун, который был в Европе, локдаун, который был в Америке, он сопровождался массовыми прививками. И я знаю, просто у меня очень много учеников, кругом у меня много получаю информации. И получалось так, что пока не случилось вот этой массовой прививки и массового такого вот уже иммунитета, то и тогда уже только заканчивался локдаун. В Европе он был очень долго. Вы знаете, что моя старшая дочь живёт в Голландии и внучка старшая, Наташа. Они просто с ума сходили от того, что там не то, что там какой кафе, ресторан, там из дома нельзя было выйти, нельзя было гостей пригласить. Это было очень долго. Пока не было привито население, всё практически, пока не возник массовый иммунитет, сейчас ни масок, ничего, но сейчас, естественно, очень трудно туда прилететь. Страны защищают себя. Они много понесли жертв. И в экономике, и моральной, и всякой, чтобы вот это всё проделать. И Израиль, и во многом Америка. Хотя сейчас в Америке ещё раз скажу то, что у меня из-за этого очень интересно, что вот как раз те, кто голосовали за Байдена, а Байден, как сказать, находил в маске, и он таким был, вот таким борцом с ковидом. Вот все, кто за него голосовали, очень быстро сделали все эти прививки, да, и носят маски. И те люди, которые образованы, и всё прочитали, и понимают, что другого выхода нет. А вот люди, так сказать, трамповского толка, вот антипрививочники, они там не то, что сейчас там полно пунктов с прививками, но никто не очень. А у нас, у нас ещё, видите, лживые вот эти штуки. И ещё вот то, что вы сейчас написали мне, и мне очень понравилось это прочитать, потому что мне об этом все говорят, что отговаривают врачи. Ой, вот это я вообще не понимаю. Я не понимаю, как люди, которые носят имя врач, могут быть против прививок, если они знают всю историю медицины, если они знают, как, что других способов бороться с такой заразой всеобщей нет. Просто нет. Я не понимаю. и это для меня вот эта вот опасная такая история. Для меня прерывается звук, пишут. Для меня вот опасная, тоже звук прерывается. Ну, я не понимаю, зарядка есть, интернет есть. Очень жаль, если звук прерывается, простите меня, но это вот чёрт. Чёрт. Я могу только перейти на айфон. Ещё пишите, если что-то плохо со звуком, ещё напишите, и тогда я просто прямо сейчас перескочу на айфон. Надеюсь, что там будет лучше. Норм. Ну, хорошо. Норм, отлично. Всё, идём дальше. Вот. И когда врачи, вы знаете, это упривательство нормально. Когда врачи или когда врачи, имеющие большую репутацию и влияние. Я не буду называть их фамилии, но это врачи, которые выступают по телевизору в прямом эфире. Мне кажется, что с нашей пропагандой беда. Что наша пропаганда, и в том числе врачи, мы все поверили, что в нашей стране всё будет не так, как везде. Что исторические какие-то законы, медицинские законы, законы жизни у нас, а вот все вот будут умирать, а вот нас не будет. Вот никто не может победить ковид, а мы вот победим. Просто возьмёмся за руки и победим. Не бывает этого. Есть вещи непреодолимые, есть смерть, и мы все умрём, и мы ничего не можем с этим поделать. Если зараза такая пришла, чума на все наши дома, то только прививка. Причём, вы знаете, что, дорогие врачи, вот уж если кого нам действительно надо из профессионалов по-настоящему уважать, у нас есть хирурги, которых признают за рубежом. У нас есть наука, которые признают за рубежом медицинское. Я знаю, да, микробиологи ещё, я не буду называть никого обижать, у нас есть наука, которая признаётся за рубежом. И врачи наши, которые уехали в Израиль, стали лучшими там профессорами. У нас шикарные практики врачи, у нас очень хорошие врачи. Но эпидемиологи всегда были такой белой костью, потому что наши эпидемиологи, это всё равно, что наш космос там во времена, я не знаю, Королёва. Они были впереди планеты всей, потому что лихорадкой Эббола победили наши вирусологи и те, кто составляет прививки. Я была в институте Гамалеи и разговаривала с людьми, которые имеют прямое отношение к спутнику ВИИ. Я думаю, они герои России. Они сделали это максимально быстро. К сожалению, как всё у нас, производство не было уже рассчитано на большие такие партии. Поэтому произошли там какие-то сбои, перебои. И когда Путин приказывал, чтобы завтра прививалась сторона, мы все уже в стране понимали, что просто нет таких, такого количества нет прививок. Сейчас в регионы прививки появились. И вот подруга из Санкт-Петербурга говорит мне то, что там очереди на прививки. Браво, Санкт-Петербург! Но я же ещё раз говорю, вот есть люди, которые читают, думают и понимают. Если вы не хотите думать о других, подумайте о себе. Потому что это то, что мы не замечаем этот враг, не заметен. На вас кошленул кто-то. А дальше, а дальше действительно очень тяжёлые болезни. К сожалению, среди моих знакомых и друзей есть люди, у которых есть потери. Причём, у людей не старых. И очень многие очень тяжело переболели. Моя подруга болела так тяжело, что, наверное, месяца два она не могла работать совсем, потому что просто отказывала память. И это состояние дикой депрессии, и ничего не работает, и дикая усталость, и хочется лечь. Из этого состояния она ходила очень долго с помощью уже других врачей. Пропаганда, которая так хорошо умеет подать многие проекты наши федеральные, почему-то спасовала перед спокойным разъяснением. Вот, пожалуйста, журнал Тиньков. Всё сделали то, что никак не делают у нас. Должно крутиться каждый день по телевизору, потому что мы должны объяснять людям. Но просто другого пути нет. Если вы не хотите болеть, болезнь ужасная. Вы знаете, прививаются легко вот те, кто переболели, и больше не хотят, и понимают, что это такое. Когда Екатерина II привилась, в лаборатории не было таких, как сейчас, но были принципы вакцинации. Ну, уж не знаю, во время Екатерины II, какие были принципы вакцинации, что-то мне не очень верится. Но я думаю, что нормально всё с этим у нас. Всё нормально. Там какие-то сбои есть, вы знаете, это всё в открытой прессе тоже есть. Но в целом у нас с этим всё нормально. И в пунктах вакцинации тоже всё нормально. Вот, поэтому я просто, я очень мечтаю как-то, хоть как-то повлиять, если это можно повлиять. И очень мечтаю призывать вас вот просто прочитать эту статью те, кто не прочитали. Действительно, здесь есть много фактов, которые вы можете донести до своих близких. Потому что просто семьи рушатся вообще. Бывает так, что уже на за, а муж против, и это бесконечные споры. А как мы все связаны одной цепочкой? И не только внутри своей семьи. Вот сегодня я вела тренинг оффлайн. Давно их не было. И началось всё с того, что мы были в масках. Но я не могу говорить маски. Я сняла маску. И я спросила людей, есть ли у них антитела, переболели, привелись ли они. Мне 69 лет, но у меня отцу 96. Мы не можем ему сделать прививку. Врач против. Поэтому сейчас сократили опять приходы к папе. Я туда хожу. Ну как? Он не может без меня. Я не могу без него. У меня есть муж со слабыми лёгкими. И передо мной сидят люди. И я говорю, как? Вы? Ну, там каждый рассказал, что да, и ПЦР сдали. ПЦР тоже ни о чём не говорить сегодня. Ты можешь там не болеть, а завтра проявится эта зараза. И я очень волнуюсь. Я не могла отказаться от этого тренинга. Но я очень волнуюсь, потому что я учила, я старалась. И я, конечно, подходила близко. Я, конечно, давала микрофон. И вот это строится всё на доверии. Если есть хоть какие-то сомнения в болезни, не общайтесь с другими людьми. Но сделайте прививку. Она даёт защиту, она даёт антитела. Я больше скажу, вот я сделала прививку в ноябре. У меня до сих пор такой нормальный титр антител. Я собираюсь сделать на следующей неделе обязательно. Ещё одну. Следующую, потому что полгода прошло. Ноябрь, вторая была у меня в начале декабря. Но я могу сказать, что я обязательно бы заболела за это время, если бы не было прививки. У меня столько контактов с людьми. Люди подходят ко мне близко, я не могу от них отпрыгнуть. У меня нет такого рефлекса. У меня есть рефлекс наоборот. Я ваша мама на час. Я ваш учитель. И, конечно, потом люди, с которыми я общалась, заболевали. А я нет. Хотя общения за эти полгода было очень много. И я не заболела. Я не самая здоровая на свете женщина. Честное слово. И всякие разные заразы меня брали легко. Но прививка сделала своё дело. Всё. Я закончила свою тронную речь. А теперь буду отвечать на ваши вопросы. Почему привитые люди должны подвергаться опасности заражения за великой массой непривитых? Это что за свобода выбора? Да, но всё равно надо делать прививки. У нас больше другого выбора нет. Мы должны делать то, что мы должны. И призывать насилие совершать. Понимаете, насильно нельзя. Вот поэтому и появляются лживые сертификаты. Надо убеждать. Надо вот рассказывать. Надо данные давать научные. И надо, чтобы они крутились по телевизору с уже до вечера. Отменить всё. И по телевизору, чтобы рассказывали люди. А чтобы те, которые против, не были по телевизору. У нас же нет по телевизору тех, которые говорят не то, что другие хотят услышать. Правильно? Там же есть стоп-лист. Вот пусть будет стоп-лист. И пусть на YouTube-каналах, на которые выступают врачи, которые против прививки, пусть будет титр, что это не совпадает с мнением тех-то и тех-то и тех-то. И без этого титра эти материалы пускать в эфир нельзя. Я бы так сделала. Какую прививку? Спутник тогда не было. Ничего другого. Название статьи, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Сейчас, секунду, открою. «Мифы о вакцине против COVID-19». Разбор, который можно показать вашим знакомым, которые не хотят прививаться. Просто вот заведите в Google «Мифы о вакцине против COVID-19». Тинькофф журнал. Вот у меня сразу это выпало. И тут всё есть. Все составы всех вакцин, все цифры, которые я вам сейчас пересказала. Вы будете делать две дозы спутника? Да, я буду делать две дозы спутника. Я узнала, что «Спутник Лайт» – это просто первая вакцина спутника. Но вторая очень важна. Она как фиксаж. Она закрепляет действия первой вакцины. Мне много лет, и я хочу полностью вакцинироваться двумя дозами спутника. Я больше всего верю спутнику. Хотя многие верят в вакцине Чумакова и хвалят её. Она же, ну, может быть, не такая тяжёлая, да? Из-за того, что она не на живом материале. Ну, прочитайте, всё поймёте. «Правивка новой, неизвестной побочной эффекты». Чёрт. Ну, как же мне прочитать, которые прошли уже? Вот. «В Саратове повесили наружную рекламу. Сколько ещё должно умереть, чтобы ты сделал прививку? Чудовищное обращение через вину к человеку. Я за вакцину, но против, что да, да, я согласна с вами. Это плохая штука». Ну, вот не работает. Неправильно работает. Сейчас бы лучших умы, лучших умы, лучшие креативщики, лучших пропагандистов бросить бы не на насильное, а на объяснение. Потому что, ну, я вот верю в ум нашего народа, и в хватку, и в ум. Ну, сколько же, ну, сколько же времени ещё должно пройти? Это просто ужасно жалко. Скажите, пожалуйста, удалились эти видео круглого стола, которое забрала Мария Шукшина. Там присутствовало около 30 учёных всех мастей. Ну, видимо, эти учёные всех мастей говорили против прививки. А вот в санатории, где вы были, да, люди соблюдали салентарный мир. Всё-таки стол одной ложки сотни людей берут еду. Люди не в масках большинство, и главврач не принимает меры. Ну, это вы не правы. Я там была, вас там не было. У нас там были у всех разовые вилки. Нам накладывали душа светского стола. Какие последствия неизвестны, поэтому страх. Но страх должен быть перед болезнью. И есть всё-таки уже огромное количество людей, которые привилось. То есть есть статистика, она большая. Я боюсь сейчас сказать неправильную цифру, но это больше, чем 100 миллионов человек. Вот для спутников ВИП, по крайней мере, такие цифры уже есть. По всему миру имеется в виду. Посмотрите, что. Они что, последние идиоты, это кто? Это я не поняла про что. Танечка, внучка, если хочешь, выйти со мной в эфир. Я буду рада. Тогда надо послать запрос. Запрос на участие в вашем прямом эфире. Как вы выбрали себе прививку? А тогда другой никакой не было. Вся ваша семья хорошо принесла прививки? Да. Все лучше, чем я, кстати. Я всё-таки... У меня была температура высокая, я очень радовалась. Я подумала, значит, будет много антител. Я знала, что это недолго. Это сутки. У меня после первой прививки была температура 40. Меня так всю ночь потрясло. Я вообще молчу, боюсь. И я верю очень врачам. И верила в прививку гамалеи. И я поняла, что значит она действует. Значит, я буду защищена. Нам же предстояло лететь. К детям нам надо было защититься. Мы летели через Турцию. Это всё было опасно. Тем более со мной. Я не очень умею это всё. Вот Вовочка мой. Муж, он всё время моет руки, надевает маску. Я всё время, когда надо помыть руки, надеваю маску. И наоборот, в общем, я не очень в этом смысле аккуратно прилежный человек. Поэтому мне это прямо точно нужна была защита. Я с большим удовольствием сделала спутник. Через сутки вся температура прошла, ничего не было. Я болела. Это очень страшно. Привиться это нормально. Мы от многого привиты. Лучше привиться, чем месяц выкинуть из жизни минимум. Вот. Вот я вот таких и хотела комментариев. Мне все это говорят. И вторая прививка у меня вызвала совершенно другие вещи. Она была прямо грипп. И я, честно говоря, подумала, что я просто простудилась. Потому что трудно было поверить, что из-за прививки такой бывает. Вот кожа болит, суставчики ломит. И температуры никакой не было. Но вот из носа льёт, прям льёт. Через сутки ничего не было. Мы только что из санаторий, ни масок, ни справки. Не спросили шведский стол. Выглядели как белые вороны. Ну, что я могу сказать. Не знаю, в том ли в санатории мы были, где вы. Но это, конечно, наверное, неправильно. Но каждый человек защищает себя сам. По крайней мере, маской и посудой. Не было ли у вас смысла перевакцинировать с иностранными? Например, Pfizer. Бывайте гости. Вы знаете, я верю нашим эпидемиологам. Я много прочитала про спутник. И испытала его на себе. Но я думаю, что те люди, которые говорят, что если бы у нас за деньги можно было припиться Pfizer, это было бы правильно. Я считаю, что да. Я люблю выбор вообще. Люблю конкуренцию и выбор. Я считаю, что если бы у нас была AstraZeneca и Pfizer, за деньги прививаться иностранной вакциной было бы возможно во всех городах, это было бы, наверное, правильно. Поэтому мысли перевакцинироваться другой вакцины у меня не было. А санаторий в Сочи? Ну да, во многих санаториях, видимо, так. Но потому что еще мы не перестроились опять на ковид. Еще пока мало болеют. Последствия после прививки через годы неизвестны, поэтому не хотят делать и бояться. Через годы. Вы знаете, что будет через годы с вашим ребенком? Или с вами? Я вообще не понимаю. Мне кажется, надо жить здесь и сейчас и делать все, чтобы не заболеть и не умереть сейчас. И к тому же опять я верю врачам. Там все написано, как действует прививка, из чего она состоит. Если вы такие дотошные, просто прочитайте. Там все ссылки есть. Возьмите английский словарь или рядом переводчика посадите, прочитайте журнал Lancet. Про наши прививки так редко пишут в иностранных журналах. Журнал Lancet – самый популярный мировой врачебный журнал. И там положительные рецензии на прививку ковид. В смысле, от ковида спутник. Они не делают это просто так. Это настоящий научный журнал, это настоящая экспертиза. Настоящая экспертиза – это огромное количество экспериментов и проверок. Спасибо за то, что подняли эту тему, за здравой смысл и за смелость противостоять обилию изражений. Да я же не боюсь ничего. Поэтому чего же мне? Мне же надо быть… Ну как, говорить о том, что меня волнует и вас волнует. Каким врачам никто ничего не рассказывает нам? Да, вот. Тут я, к сожалению, не владею федеральными эфирами, а может, к счастью, скорее к счастью. Но что же, ну думайте сами, решайте сами, читайте тех, к которым вы верите. Я пришла сюда прямо вот с конкретным источником. Тиньков журнал. А, про все мифы про вакцину прочитайте. Спасибо, что поделилась, было очень полезно. Прививку делать каждые полгода? Да, надо прививку делать каждые полгода, пока существует эта зараза. Если мы все с вами будем делать прививки, то заразы не будет. И мы будем нормально жить, как живет уже сейчас много-много стран, которые показывают нам пример. Просто локдаун должен быть вместе с прививкой. А у нас, как всегда, все то так, то сяк, и через одно место. Комаровский очень хорошо объяснил, почему последствия через несколько лет не могут быть. Только или сразу, недавно, после вакцины, или никогда. Никто не гарантирует лечение последствий. Слушай, никто ничего нам не гарантирует и не будет гарантировать. А вот опасность заражения точно, и еще раз все-таки скажу, и не только вашу опасность, да, всех, кто рядом с вами. Я очень надеюсь, что сегодняшние участники моего тренинга ответственные люди, и мы никто не заразим друг друга. Но я все-таки сейчас еду на дачу и буду очень аккуратна. Просто потому, что я боюсь, потому что я знаю цифры, сколько вы вакцинировались в России. И мне очень неспокойно. Мне хочется здесь жить и работать, как каждому из вас. Живу в Германии, люди стоят в очереди, чтобы привиться, а в России не хотят. Да, это другое мышление. Другой, может быть, уровень доверия. Другой уровень образования. Да, к сожалению, это так. Я об этом тоже сказала. Все, друзья мои. Я думаю, что хватит нам такого разговора. В следующий раз давайте о чем-нибудь повеселее поговорим. Но буду рада комментариям, цифрам. Мне все это очень интересно, потому что очереди в Санкт-Петербурге, да, согласна тоже. И спасибо вам за то, что вас много, за то, что пишете, слушаете, комментируете. Ну вот, видите, есть и другие мнения, да, ну что же, это тоже нормально. Есть другие мнения, прочитайте сами. Все, кто будет в реанимации, все будут вакцинировать, уж это точно. Если вы живут. Друзья, я думаю, что сейчас одно пожелание только. Всем здоровья. Всем здоровья и разума. Вот. Не поддавайтесь никакой панике. И читайте просто объективные, научные данные, статьи. Решайте сами, но при этом с полной ответственностью. Все, спасибо вам большое. Доброго вечера и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин